Мы с Тёмовичем, когда приехали только в Москву, нам надо было как-то перебиваться, потому что, ну, концертов ещё ничего особо не было, амбиции пёрли, и мы работали у нас на студии. Блядь, к нам, наверное, за два года, ну, блядь, Майотов, Майотов 400 пришло, вот, отвечая просто, они как будто у них вот паттерн есть, вот, рэп надо читать, как Майот, типа, там и Симми приходили, тоже вот с этой хуйнё, типа, и так далее, вот, ну, опять же, заложниками жанра быть. Ну, типа, какой-то, я забыл, кто приходил, делал прям тот же трек, что и у тебя, только. Да, вот, я говорю, вот, у тебя, если что, взял, типа, референс твоего трека, типа, ноу-кэп, я слышу бит вообще один в один, и он начинает, ноу-кэп, и, блядь, текст почистил, два слова разные. Пару слов поменял, я кином тексте. И я такой, братан, это, ну, типа, чё за прикол, типа, нахуя ты трек скопировал, он говорит, да хуй знает, нравится, я такой базар, ну, блядь, Бекки не умею писать, и я уже... И я уже думаю такой, да похуй, сделаем сейчас гомункула, зашел ему, Бекки прописал, короче. Офигеть, гомункул родился какой. Слушай, ну, кстати, шутки шутки, но это же в один момент очень сильно каналы в ТикТоке, когда были вот эти чел, который делал треки, типа, как Благо Уайт, как Лав Сикс Икса, они реально стреляли в ТикТоке, и, как бы, ну, получали хорошую аудиторию, их много слушали. Ну, ты зашел на блок и оскопал все, что там было, и, типа, это же реально была прям, ну, пушечка такая, даже не локальная. Да, может быть. А каково записывать типа, который вот приходит, и ты прям реально понимаешь, что это ты, вот, что он реально, ну, что вот он не только, не просто вдохновился, что вот прям ты смотришь, слышишь... Ну, не знаю, наоборот, мне кажется, ну, не знаю, для собственного творчества это не очень полезно, потому что ты, грубо говоря, в своей же этой ходишь, ровешься. Ну, чисто в своей кашу варишься. Ну, для самооценки, наоборот, мне кажется, хорошо, ты чувствуешь, что чуваки вдохновляются, видишь... Что влияние имеешь. Да, и влияние имеешь, чем больше таких чуваков, тем больше убеждаешься в том, что ты нихерней занимаешься, ну, просто дело в том, когда ты потом наслушаешься за день таких пять чуваков, потом садишься своему зло писать, то ничего в голову не приходит, кроме как свои же треки, и в итоге топтание на месте происходит, как будто. Ну, да, есть такая хуйня, но я помню вообще, было то время, очень сильно выматывало, то есть у нас, типа, мы сначала сидим 12 часов типов, записываем, сводим их, потом ушам пиздаю, потом ночью-очью, братик, поработаем, и поработаем, вот так на майке, блядь, уснули прямо, вот, ну, нормально. На майке, потом на футболке. Да. Поспали.